Добрый день, уважаемые коллеги! Большое спасибо за возможность еще раз посетить Санкт-Петербург, восхититься этим прекрасным городом, потрясающей новой дорогой, по которой за 25 минут можно проехать от Пулкова до сюда. Это просто какое-то реальное чудо. Мой доклад посвящен лечению неволумаба при плоскоклеточном раке легкого. И, так сказать, это конфликт интересов. И на чем я хочу остановиться? Уже мои коллеги хорошо рассказали о механизме действий препаратов иммуно-онкологических, и о биологии опухоли, и о статистических данных, как часто эта болезнь возникает. И я просто вот если вспомню, когда я пришел в онкологию, это было 17 лет назад, после гематологии, и вспоминаю, как первые больные, в основном у нас встречались больные именно с плоскоклеточным раком легкого. А сейчас, потихонечку, за вот то время, что я работаю, произошла такая инверсия, и мы имеем где-то порядка только 3-40% больных с плоскоклеточным раком легкого, а уже подавляющее большинство больных стали с аденокарциномой. И это на самом деле не случайно происходит вот такое смещение, потому что, конечно, плоскоклеточный рак легкого – рак, жестоко ассоциированный с курением, рак магистральных бронхов, центральный рак, и рак, ассоциированный с курением таких тяжелых сигарет без фильтра, которые приводят к развитию, именно эти сигареты приводят к развитию именно плоскоклеточных опухолей головы шеи, пищевода, трахеи, главных магистральных бронхов. И потихонечку вот эти тяжелые сигареты в нашей стране, как и во всем мире, уходят в прошлое, все курят маленькие тоненькие сигаретки и потихонечку развивают себе аденокарциномой. Но, тем не менее, плоскоклеточный рак легкого остается достаточно большой, большую долю занимается в структуре демелкоклеточного рака легкого, и, к сожалению, вот с этой опухолью по-прежнему стагнация. Если в аденокарциноме ее разделили на множество частей, таргетная терапия, поддерживающая терапия, бивоцизумаб и так далее, то с плоскоклеточным раком легкого мало что изменилось. Химиотерапия, лучевая терапия, вторая линия, и, в общем, на этом обычно все заканчивается. А самое главное, что очень тягостные симптомы у пациентов с обструкцией магистрального бронхиального дерева, которые приводят и к ателектазам, и к соответствующим параконкрозным пневмониям, и, в общем-то, больные живут очень плохо и мало. И надо, так сказать, поблагодарить Блистер Майерс, которое провело отдельное клиническое исследование именно для пациентов этой группы, пациентов с плоскоклеточным раком легкого. И было рандомизировано в исследовании третьей фазы на стандартную группу с доцитокселом 137 больных и 135 больных в группу неволумабом. Не буду долго останавливаться на критериях включения, они, в общем-то, стандартные. Это больные, которые ранее получали платина, содержащую химиотерапию. И, конечно, ключевым параметром явился именно параметр общей выживаемости, который, по сути дела, является венцом вообще доказательства в онкологической сфере. Что можно сказать об исследовании? Да, ну, конечно, очень хорошо были сбалансированы пациенты в обоих группах. Мы видим, что, конечно, подавляющее большинство мужчин – это тяжелые курильщики тяжелых, едких сигарет, и, конечно, в основном больные с четвертой стадией, и курильщики или продолжающие курить – это более 90% пациентов. То есть мы видим прямую связь между курением и развитием онкологического заболевания. И также пациенты были хорошо сбалансированы по PDL1-экспрессия, о которой потом еще скажем несколько слов. Ну, и вот он основной слайд – это увеличение общей выживаемости у больных в исследуемой группе, которые получали неволумаб в сравнении со стандартом терапии второй линии – это доцитоксел. 9,2 месяца против И6. Интересно, если мы посмотрим предыдущий доклад с аденокарциномой, то там контрольная группа была 9,2 месяца, а экспериментальная группа была 12 месяцев. То есть мы видим, что только гистологический фактор автоматически снижает потенциал выживаемости как в группе у больных с аденокарциномой на 3 месяца, так и в экспериментальной группе на 3 месяца. То есть это более тяжелый контингент пациентов. И тем не менее мы видим, что использование неволумаба статистически значимо увеличивает выживаемость как одногодичную – 42% против 24%, так и двухлетнюю выживаемость – 23% против 8%. Под групповом анализе практически во всех группах отмечается положительный эффект от применения неволумаба в сравнении с доцитокселом. За исключением маленькой группы мы видим всего 31 пациент. И где статистически достоверны – это больные, которые лечились за пределами США, Канады и Европы, и больные старше 75 лет. Ну, вообще эта группа все больше и больше, геронтологическая группа появляется в нашей практике. И больных здесь было действительно немного, но на самом деле иммуно-онкологические препараты представляют особый интерес у больных старшей возрастной группы, потому что зачастую невозможно им проводить химиотерапию, а эффективность иммунотерапии в целом присутствует практически везде, и мало токсично одновременно. Поэтому, наверное, со временем вот группа старшая возрастная будет одним из наиболее частых кандидатов при применении иммуно-онкологических препаратов, в том числе и в первой линии терапии. Но в целом мы видим, что неволумаб победил во всех остальных группах. По частоте ответа 20% против 9%, то есть в 2 раза больше увеличивается вероятность ответа, если пациент получает неволумаб в сравнении с доцитокселом. Продолжительность ответа. Опять-таки, если достигнут ответ, то на неволумабе средняя продолжительность ответа пока, вот на тот момент, когда это была публикация в конце 2015 года, она не была достигнута, пока апдейта еще не было, то есть, возможно, уже медианная продолжительность ответа достигнута, то мы пока результатов не знаем. Но самое интересное, что если ответу суждено случиться, то среднее время до достижения ответа, она, в общем-то, сопоставима с химиотерапией и немножечко больше двух месяцев. И на тот момент, на 2015 год, 63% из респондеров у них сохранялся ответ, сейчас этой цифры несколько меньше, но тем не менее, это существенный процент по сравнению с группой доцитоксела. Прошу прощения, как-то быстро перескочило. Это значимое увеличение длительности ответа. Полтора года, если у больного достигнут ответ, мы видим, что это 58%, почти 2 трети больных и только 21% у тех, которые получали доцитоксел. Теперь посмотрим, вот даже в количественном измерении, это просто очень интересно посмотреть на эти цифры. 27 больных из 135 отреагировало на неволумаб. Из них полтора года продолжался ответ, как минимум, у 14 больных. Это где-то в районе 10-12%. То есть каждый десятый больной на второй линии имеет шанс не прогрессировать в течение, как минимум, полутора лет. То есть эти цифры при применении химиотерапии, любой, какую ни возьми, они по сути дела ранее были вообще недостижимы, они были просто фантастические. К полутора годам почти ни одного в живых пациента в принципе уже не оставалось. Теперь по поводу вероятности ответа в зависимости от экспрессии PD-L1. Вот в этом исследовании не оказалось значимости PD-L1 экспрессии. Но я хочу напомнить, это 2015 год, и это больные с плоскоклеточным раком легкого. Если мы возьмем весь рак легкого, и аденокарциному, и плоскоклеточный рак легкого, то там безусловно суммарно PD-L1 экспрессия имеет большое значение, но не одна сама. Вот буквально совсем недавно в Швейцарии на конференции показали, что не только сам факт PD-L1 экспрессии имеет значение, но еще и количество мутационной нагрузки, так называемой, о которой сегодня уже была речь, и фактор курения. У этих больных с плоскоклеточным раком легкого как минимум две вещи есть точно. Это высокая мутационная нагрузка, потому что весь плоскоклеточный рак легкого сопровождается очень высокой мутационной нагрузкой, а также фактор курения. И теперь вот вопрос PD-L1 экспрессии, насколько она в данном случае важна. Вот в этом исследовании, может быть, в силу не очень большого количества пациентов, но роль PD-L1 экспрессии себя не показала, как минимум, для достижения ответа на терапию. Возможно, для плоскоклеточного рака это менее важно, чем для аденокарциномы. И если мы посмотрим другие исследования с пембролизумабом, с отезолизумабом, то группа больных с плоскоклеточным раком легкого составляет порядка только 30%, а где-то 70% аденокарцином. И пока не очень ясно, именно какой вклад вносит PD-L1 экспрессия в сочетании с курением, возможно, с путационной нагрузкой для того, чтобы предсказать ответ у больных с плоскоклеточным раком, будь это первая линия, будь это вторая линия и вообще применение иммуно-онкологических препаратов. Если же у больного достигнут ответ, как долго он сохраняется? И у многих больных он сохраняется долго. Вот этот доклад был сделан на ESMO 2016. Предыдущие доклады ESMO были сделаны в 2015 году, а эти 2016. Цифры оттуда. То есть уже еще плюс год. И мы видим, что у 10 из 27 больных продолжает сохраняться ответ. Можно сказать, что это не очень много. Это где-то 7-8% от всех больных с плоскоклеточным раком легкого. Но если там это было полтора года, то здесь два с половиной года. И это больные с плоскоклеточным раком легкого вторая линия. То есть явно препарат работает. И явно есть группа больных, которые выигрывают великолепно от применения иммуно-онкологического препарата. И опять-таки в этом исследовании не было показано выживаемость общая в зависимости от PD-L1 экспрессии. Возможно, по тем же самым причинам, что мы пока и не можем спрогнозировать ответ в зависимости от PD-L1 экспрессии у больных с плоскоклеточным раком легкого. По поводу спектротоксичности. Сегодня уже хорошо об этом сказали. Здесь не было никаких особенностей у больных с плоскоклеточным раком легкого в сравнении с аденокарциномой. Препарат хорошо переносился. Неволумаб. И, конечно, количество нежелательных явлений 3-4 степени существенно меньше, чем у больных, которые получали доцитоксел. И количество больных с 3-4 степенью таксичностью было, в общем-то, минимально. И качество жизни, те же самые опросники, которые применялись и у больных с неплоскоклеточным раком легкого, они показали те же самые графики, которые сегодня уже были продемонстрированы. Таким образом, у больных с плоскоклеточным неплоскоклеточным раком легкого, которые ранее получали лечение, при применении неволумаба значимо отмечается увеличение как общих ответов, частичных ответов и, самое главное, длительности ответа. Клиническая эффективность в этом исследовании не зависела от PD-L1 экспрессии. Профиль безопасности был более благоприятным и качество жизни у больных, которые получали неволумаб, существенно лучше, чем доцитоксел. И мы также принимали участие в программе расширенного доступа, за что хочется отдельно поблагодарить компанию Bristol Mars, потому что это колоссальный опыт вообще применения иммуно-онкологических препаратов, которые мы получили у себя в отделении и смогли почувствовать вообще эту терапию. Потому что, к сожалению, стоимость ее огромна, клинических исследований не так много, а вот программа расширенного доступа, где мы имели возможность включить аж 79 пациентов. И вот такой маленький случай. Пациент с 3-й B стадии, не имел как лечитого раком легкого, поступил вот с такой картиной. Это верхний долевой бронх, который рос в проксимальном направлении и полностью перекрыл главный бронх. И, так сказать, у больного развился ателектаз всего правого легкого. Естественно, это сопровождалось и одышкой, и периодической температурой, связанной с параконкрозной пневмонией. И, конечно, это был курильщик, мужчина более 20-летнего стажа, но более-менее сохранный ввиду, так сказать, молодого возраста. И в надежде разрешить человеку ателектаз и, может быть, в дальнейшем попробовать что-то большее, чем просто одна химиотерапия, мы попробовали самую, как на наш взгляд, сильную химиотерапию, которую можно применить при плоскоклеточном раке легкого. В надежде получить ответ на терапию, максимально быстрый. Это комбинация трех препаратов – гемацитабин, видеральбин и цисплатин. И мы на этой терапии, химиотерапии, зачастую видим великолепные ответы. Но, к сожалению, у этого больного, несмотря на 4 цикла этой химиотерапии, мы не получили никакого ответа, а получили прогрессирование. И включили его в программу расширенного доступа, по большому счету ни на что не рассчитывая. Это была картина, она полностью совпадает с той предыдущей, которая была в дебюте заболевания, перед началом терапии больного неволумаба. Каково же было наше удивление, когда больной на фоне неволумаба через 2 месяца просто задышал. То есть у него открылся главный бронх, и он действительно стал дышать, у него стал уходить от электаз. Вот КТ-картинка, мы видим даже смещение средостения, практически все средостение уехало в правую сторону. Здесь мы видим выправление, и легкое, конечно, еще находится в таком состоянии, очень похожем на цирроз, но тем не менее оно начало дышать. Что было для нас удивление. Самое главное было еще удивление. Мы раньше никогда не видели разрешения от электаза после столь длительной компрессии легкого. Нам всегда казалось, что от электаза, если столько времени продолжается, то уже легкое дальше превратится в некурабельную такую мочалку, которую ничего с которой не сделаешь. А тут у пациента в течение почти 5 месяцев был тотальный от электаз, и вдруг он разрешается, и легкое начинает дышать. И вот с тех пор пациент уже 9,5 месяцев получает терапию неволумабом. В рамках вот этой программы расширенного доступа вот его рентгенограмма. Это сентябрь, ноябрь, когда он задышал, а вот это май этого года, когда уже мы видим, что ни в жидкости, ничего. И самое главное, легкое все дышит лучше и лучше. Естественно, статус функциональный больного ЭКОК 0, он прекрасно себя чувствует, никакой параконкрозной пневмонии, то есть просто вот какое-то волшебство. Да, это удивительный случай, но тем не менее, это то, что может сделать сегодня иммуно-онкологический препарат. Спасибо.